Добрый день! Я Дмитрий Лопатин и Олег Баранов. Мы сейчас разрабатываем технологию, как с помощью нанонити можно задержать вирус в масках и в респираторах. Итак, я пройдусь по некоторым вопросам. Мы с Олегом пройдемся по некоторым вопросам. Значит, что такое нанонить? Нанонить – это нить полимера, которая в среднем меньше одного микрометра. Вот. В природе, в принципе, тоже они существуют. Это паутина, и нанонити ведут себя примерно так же, как и паутина. Я сейчас покажу фрагмент. Вот такая вот штучка, и вот именно она и используется в масках. Вот. Материал такой, достаточно липучий ко всему, и поэтому лучше взять ткань, сделать какую-то основу. Вот как мы и сделали. То есть это участок примерно 20 на 20 сантиметров, вот, который можно именно использовать для изготовления маски или фильтра. Вот. Значит, идея нанонити к нам пришла достаточно давно. Еще в 2014 году мы участвовали в проекте и разрабатывали проект по модификации и изготовлению мембран. Значит, основных участников у нас было трое. Вот, кроме меня и Олега, бывающая Елизавета Коржова, которая сейчас находится во Франции. Кроме того, нас консультировали профессора Виктора Никоненко и Наталья Письменская. Вот. Значит, плюсы на нити заключаются в том, что, поскольку она размером может быть сопоставимой с вирусом, то есть у нас получались в среднем размеры 200-400 нанометров, вот, то, в принципе, она достаточно хорошо может его оттюльтровать в воздухе. И, как я сказал, достаточно липучая и накапливает электрический заряд, и поэтому вирус может, в принципе, оседать на ней за счет электростатического притягивания. Вот. Значит, сразу скажу, что стоимости на нити масс и фильтров достаточно низкая. То есть, по сути, это ткань с нанесенным на них слоем вот этих нанонитей. То есть, опять я покажу. Значит, вот участок. Мы складываем, например, вот такой участок двое, так чтобы вот этот белый участок на нити, он оказался внутри. Вот. И получаем, по сути, фильтр. Дальше он с краев должен завариваться. То есть, это в принципе, мы, например, делали паяльником. Есть специальное промышленное оборудование для этого. Вот. По сути, здесь материалы на нити примерно, я бы сказал, на одну двадцатую грамма. Вот. То есть, себестоимость, в принципе, достаточно низкая. Вот. Больше, как бы, вопросов, как это все сделать в технологическую линию. Вот. Изначально мы не предполагали, что эти нити будут использоваться для масок. То есть, изначально мы это все прорабатывали, как мембраны для очистки воды. И только недавно там была идея с воздухом. Вот. Но получается, что в конце февраля и в начале марта мы начали продумывать, как то, что мы делали тогда, эти нити, можно использовать для защиты от вирусов. Вот. Итак. Сейчас вот мы покажем, Олег покажет, как этот фильтр, который вот был здесь изготовлен, можно использовать, например, в респираторе. Да. Сами нановолокна, они очень хрупкие, как и паутина. Поэтому мы наносим их на спонбонд и запаиваем, ну, по краю. С двух сторон. Вот. И их, к примеру, круглые, можно использовать в респираторах. Ну, например, вот так вот эти. Тут уже стоит фильтр. Вот он. Так мы ставили первый эксперимент. Покажи перед камерой. Да. То есть, это были использованы фильтры, которые мы сейчас используем для эксперимента. Да. Значит, нам самое главное было провести грубый эксперимент по тому, насколько мелкие частицы способен задерживать этот фильтр. Мы сами сделали такой экспериментальный стенд из обычного вентилятора и тестировали следующим образом. Брали фильтр. За ним ставили белый спонбонд. Так вот. Устанавливали на вентилятор и проверяли через сажу. Сажу, которая образуется из пламени керосина. Насколько нам известно, у частиц из сажи керосина частицы в среднем находятся около 70-100 нанометров. То есть, менее, чем у вирусов. И поэтому мы проводили грубый эксперимент и выяснили, что фильтр задерживает большую часть этой копоти. Вот. И провели сравнение с обычной тканью, используемой в медицинских масках. Вот. При этом в медицинских масках большая часть копоти, на частиц копоти, она прошла через фильтр, через эту ткань. А на частице копоти, который задержал наш фильтр с нанитями, они не проходили. То есть, мы фактически видим, что на спаймбонде ничего не осталось. Вот. Эти материалы мы сейчас отдали нашим партнерам, которые занимаются изготовлением медицинских масок для независимого исследования и тестирования. Вот. Значит, эту технологию мы запатентовали. Вот. То есть, патент-обладатели. Вот мы, я, Олег и Елизавета Коржова. И также еще соавторы. Это Виктор Никоненко и Наталья Письменская. Вот. Значит, насчет того, чтобы приобрести эту маску, я думаю, что если мы это будем делать, как исследование, будем делать просто фильтр для респираторов, то их можно будет купить вместе с респираторами. Если у нас получится это сделать с масками, то, значит, можно будет сделать в виде маски или, возможно, как сменные фильтры для этих масок. Вот. В принципе, можно взять обычный респиратор и мы можем, например, сделать их совместимыми с текущими респираторами. И, возможно, будем продавать отдельно. Мы еще этого не знаем. То есть, надо вначале освоить производство и провести тесты. Вот. Значит, если после эпидемии, мы думаем, как и планировали, что эти нанонити, фильтры из этих нанонитей, можно будет использовать для фильтрации в воде, то есть, фильтрации бактерий и вирусов в воде, и для фильтрации в воздухе. Ну, в основном, для, пока что, наверное, промышленного применения, потому что у нас по этой теме есть заказчик, с которым мы работали. Вот. И насчет производства. То есть, мы себе представляем, как вот, опять же, я вернусь. Вот на такой участок 20 на 20 сантиметров уходит примерно 5-7 минут. Соответственно, где-то за 12 часов, ну, вот, на такой установке, примерно с такой же производительностью, ну, можно сделать порядка, ну, где-то 120-150 таких вот участков, из которых можно сделать фильтр или маску. Вот. Соответственно, можно таких вот участков сделать несколько и либо сделать гораздо больше ширины, и в таком случае мы можем увеличить производительность. Вот. Но, по оптимистичным оценкам, при условии, что это будет полуручное производство, то мы думаем, что можно будет запустить это в течение месяца. Вот. Но наши партнеры пока что говорят, что, возможно, будет большая проблема сертификации, потому что у них там есть проблема сертификации обычных масок. Вот. Ну, есть еще и другие трудности. То есть, мы, например, там у нас пока что и пропусков нету. Вот. И есть определенные проблемы с передвижением. Поэтому если мы эти проблемы вовремя решим, то может быть, сделаем достаточно быстро. Вот. Ну, и пока что до текущего времени мы это сделали за счет собственных средств, из того, что у нас оставалось из других проектов. Так что мы пока что еще ищем других партнеров и инвесторов, которые могли бы также поучаствовать в разработке, производстве фильтров против вируса. Благодарим за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...